Интервью дня на Первом Городском. Здравствуйте, меня зовут Катерина Ерская. Сегодня мы говорим о серии терактов, которые произошли в Одессе. Несколько взрывов в течение прошлого месяца потрясли в город. Один из них произошел буквально вчера на железнодорожных путях. Подрывника нашли, но он оказался мертвым. Человек из Приднестровья, ему 55 лет, якобы погиб в результате несчастного случая ДТП. Ситуацию со взрывами мы обсудим с гостем нашей студии, политологом Артемом Филипенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии, жаль, что по такому печальному поводу. Что вы думаете по поводу того, что человек, которому инкриминирует как минимум один взрыв на железной дороге, который произошел вчера, 55-летний Приднестровец, был найден мертвым? Ну, я так, для начала, вообще-то по большому счету надо, чтобы ответ на этот, ну, скажем, на этот вопрос все-таки дали правоохранительные органы. Потому что подозреваемые и обвиняемые, мы знаем четко, что это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы, да? Но говорят, что там найден детонатор, который связан со взрывным устройством, вот, которое было заложено на железной дороге днем ранее. То есть, как причастность, как минимум, к одному из этих взрывов, как бы они установили, вот, причастность к остальным, конечно, это спорно. Но вот сам факт, что он найден мертвым, и якобы это был, ну, несчастный случай, возбила машина. Ну, наверное, как бы, ну, никто не исключает несчастного случая вообще, в принципе, как бы, да, каждый из нас подвержен, там, скажем, не знаю, там, ну, так, риску быть, там, не знаю, там, сбитым, там, может, кирпич упать на голову и все прочее. Хотя, понятное дело, что в таких ситуациях обычно случайность, ну, скажем так, превращается в некоторую закономерность. Почему? Потому что чаще всего заинтересованы в том, чтобы свидетели молчали, чтобы не было возможности, скажем так, выйти на, как бы там сказать, соратников, соучастников преступления. И, понятное дело, что, это, кстати, к слову сказать, должны понимать даже те же самые террористы о том, что каждый из них, на самом деле, там, изображая из себя героя, хотя, на самом деле, героями, как таковыми они не являются, всегда рискует тем, что рано или поздно они будут просто убраны своими хозяевами. Вы понимаете, что вот здесь действует какая-то террористическая, скажем так, группировка, организация, что человек действовал не самостоятельно? Мне сложно сказать. Почему? Потому что, ну, во-первых, да, проходится неоднократно, там, проходит какая-то информация со стороны Службы безопасности Украины о том, что, так или иначе, там, либо группировки, либо ловятся отдельные люди, у которых там находятся, находят в том числе и запасы оружия. Мы знаем, что, ну, объективно, что сегодня, скажем так, работают те же самые, там, социальные сети очень часто, то есть сетевая структура, как показывает опыт и Украины, и, там, западных стран, используется в том числе, скажем так, для мобилизации подобного рода группировок. То есть они находят друг друга в интернете, в социальных сетях, и, возможно, эти люди даже лично, там, допустим, никогда там не виделись. Да, могут быть незнакомы. Тем не менее, ну, скажем так, к сожалению, да, там, переход к тактике террора, он был во многом прогнозирован. Понятное дело, что, к счастью, опять же, то, что происходит в Одессе, то, что происходит в Харькове, ну, где-то в какой-то степени можно вспомнить и Киев, недавняя попытка, там, нападение, гранату бросали в группу депутатов. Но все это, как бы, ну, есть определенная в этом все закономерность. Ну, первое, это то, что все-таки терроризм – это орудие все-таки отчаявшихся людей, это я вот неоднократно подчеркиваю. То есть сегодня надежда на то, что поднимется какое-то там массовое движение, даже хотя бы вот аналогичное тем, там, тому же самому антимайдану, который… Понятное дело, в Одессе это сейчас исключено, и то есть вот отдельные отчаявшиеся одиночки или какие-то группы людей, вот они идут вот на последний шаг, правильно? Ну, так, так, так. Но здесь еще, опять же, давайте не будем забывать, что в связи с войной на Востоке, какой бы ни был контроль, все равно какая-то часть оружия просачивается. Безусловно. В том числе на территорию, которая сегодня, скажем, ну, относительно спокойна, да. Опять же, заметим, что объектами нету терактов, например, там, Днепропетровский, нет терактов в Запорожье. Две области выбраны в качестве объекта. Нет Николаеве, нет Херсоне. Да, где интенсивно раскачивалась ситуация, там тоже и штурмы админзданий были. Тем не менее, скажем, выбраны два ключевых объекта – это Одесска и Харьковская области. И Харьковская, да. То есть, те области, которые, наверное, по мнению, там, по разным оценкам, они все-таки более подвержены, там, каким-то вот этим рискам разных сепаратистских движений. Одна из причин, по которой, вот, собственно, мы пригласили в студию именно вас, когда произошел первый взрыв, магазин украинской патриотики, символики патриотичной был взорван. После этого вы говорили, что будут еще взрывы. И, то есть, вы, ну, абсолютно верно спланировали, что они будут, возможно, более серьезными. Ну, спланировали, в смысле, спрогнозировали, предсказали. Да, так. Прошу прощения. Действительно, был взорван волонтерский центр, там, ну, мощное взрывное устройство было по сравнению даже с этим магазином. И вот взрыв на железных путях 24-го числа, ну, он уже был достаточно серьезен, потому что, ну, это все-таки состав, и поэтому по этим путям шла электричка буквально за несколько минут до взрыва. То есть, там могли быть человеческие жертвы. Думаете ли вы, что в будущем люди, которые совершают теракт, их отчаяние может дойти до такой степени, что они будут пытаться, чтобы пострадали другие люди, а не просто вот там какие-то объекты или вот что-то символичное? Риск, риск этого есть. Ну, тем более, что мы знаем, что, например, по тем же самым и по волонтерскому центру, и по магазину символики риск человеческих жертв существовал. Почему? Потому что, ну, в магазине там находились на тот момент, там, если мне не изменяет память, хозяйка, она же продавщица, да, там в волонтерском находились охранники. То есть, гарантии того, что там взрывы их не затронет, не существовало. Поэтому там приписывать особую гуманность или там стремление избежать человеческих жертв я бы все-таки не стал бы. Мне даже кажется, что какая-то излишняя торопливость, потому что вот в магазине символики там взрыв-пакет, он не был даже заброшен внутрь, он как бы был возле окна, взорван практически снаружи. То же самое в волонтерском центре. Взрыв-пакет был оставлен снаружи. То же самое с машиной на Жуковского. Взрыв-пакет должны были подбросить под машину, но он оказался рядом. То есть, все так делалось в попыхах. Ну, и, как показывают камеры видеонаблюдения, как правило, это был какой-то один человек, который, в общем, торопливо подбегал, это бросал и убегал. Ну, здесь просто очень много эффекта. Ну, да, не исключено, это уже, скажем там, о том, что все-таки действуют не профессионалы, а любители. Потому что, ну, я не являюсь, скажем так, специалистом по вопросам терроризма, но я так думаю, что если квалифицированные эксперты, они могут четко сказать, что, в принципе, там, различить любителя от профессионала. Мы можем вспомнить, что железнодорожные пути у нас, опять же, взрываются уже не первый раз. Это было, по-моему, в сентябре месяце. Была такая, как говорится, проба пера, да, когда взорвали неработающие железнодорожные пути. То есть, кто-то как-то пытается все-таки и в этом всем опробовать, как говорится. Пока что идет то, что называется проба пера. Здесь очень много демонстративности, очень много, скажем так, вызванной шумихи, да, информации. Потому что мы видим, что фактически постоянно эта же информация буквально в короткие сроки начинает распространяться по разному роду сайтам, там, всякими новостями. С разными интерпретациями, домыслами, комментариями. Но, как правило, это не сводится к одному. В Одессе существует подполье, в Одессе, в Харькове, там, какие-то там, харьковские партизаны их называют. В Одессе тоже существует подполье. Вот оно демонстрирует свою активность. В принципе, большая часть таких терактов, и вообще, даже если там исходить из сути терроризма, там, цель даже не нанесения, там, ущерба, да, не нанесения, не уничтожения живой силы, там, да, если говорить о военных действиях, цель демонстрация, цель какой-то пиар, цель заставить людей бояться. К счастью, ну, вот, в Одессе все-таки попытки, там, скажем, посеять панику, они не уделились. Хотя, ну, там, знаю, что в различных волонтерских центрах, там, или в помещениях, где находятся волонтеры, там усилена охрана, усилены меры безопасности. Это тоже абсолютно нормальный шаг. То есть, люди относятся к этому с пониманием, люди относятся к этому положительно, понимают, что, да, вот такое вот время, все-таки, в конце концов, хотим мы этого, не хотим, называемая это антитеррористическая операция, или как-то еще, на самом деле это война. Ну, и понятно, что речь идет об определенной раскачивании ситуации, потому что, ну, наш телезритель, когда он видит, там, в Одессе взрыв, то есть, воспринимают достаточно однозначно, то есть, там, взрывают, не говоря же, там, о силе взрыва, вот о чем-то таком, то есть, телезритель не принимает это как какой-то демонстративный акт, вот он видит, как есть. То есть, как-то нужно, возможно, вести какую-то работу, то есть, объяснять, что это такая пропаганда, ну, я бы даже сказала, какая-то... Здесь многое, в принципе, многое зависит, опять же, как бы, там должна быть построена нормальная информационная работа с населением, да, в том числе, ну, со стороны правоохранительных органов, да, почему, потому что дальше появляются разные версии, там, со ссылками на источники, там, еще что-то, еще что-то. В принципе, мы можем там посмотреть даже, как работает в этом плане, там, ну, в Соединенных Штатах, в других европейских, в европейских государствах, потому что там, как правило, да, не разглашают тайны следствия, понятно, существует тайны следствия, но очень оперативно реагируют на подобного рода события. К сожалению, у нас мы оказались в той ситуации, чисто информационном плане, когда мы просто не готовы, не готовы к тому, чтобы оперативно реагировать на подобное. Я имею в виду, просто нет подготовки, да, не была налажена информационная работа, потому что, ну, вот, до сих пор мы не сталкивались с этим. Наверное, нужно переходить. Просто, как правило, домыслы появляются там, где нет информации, то есть, например, произошел взрыв, выступил там глава городской или областной милиции, сделал заявление, вот, объяснил, там, разложил по полочкам, вот, все как есть. Не обязательно же при этом раскрывать тайну следствия, то есть, там, какую-то, вот, какие-то, хотя бы, успокоил население, может быть, такая работа нужна в какой-то степени? Так и должно быть, в принципе, во всем мире так она и ведется. Дело в том, что, ну, у нас еще пока существует вот эта вот определенная закрытость и правоохранительных органов, там, боясь того, что где-то выйдет информация, которая может как-то повлиять, и плюс еще многое, ну, к сожалению, да, зависит еще от квалифицированности журналистов, тут тоже надо понимать, опять же, тех же самых правоохранителей, почему? Потому что, ну, сталкивались не раз, не два с тем, что выброшенная информация, она, мягко говоря, там, ставилась с ног на голову, да, и приводила абсолютно к противоположному эффекту. Ну, есть недружественные, например, в нашей стране издания, которые определенным образом просто искажают эту информацию, эти события, ну, там, я говорю, там, о российских и пророссийских средствах массовой информации, потому что, там, по первому российскому каналу, там, серия взрывов в Одессе, вот все, как вы говорите, там, российское партизанское подполье и все такое. То есть это подается именно так, это прекрасная просто картинка, вот картинка для российского телевидения, и потом просто запугивают наше население. Ну, так в этом, я же говорю, тут, собственно говоря, в этом и есть задача ключевая, поэтому отвечать на подобную информационную войну мы можем только, скажем, определенными контрпропагандистскими действиями. Почему не надо, ну, вот реально, скажем так, бывают целевые информационные вбросы, когда, там, вбрасывается информация о том, что здесь, там, не знаю, там, прошел какой-то съезд, там, подпольный, еще что-то, или там, что есть угроза, там, возникновение каких-то, там, республики, и тому подобное, все это есть. Нам надо научиться бороться с этой информационной агрессией. И если проводят, если есть теракт, да, то пускай лучше объяснить нормальным, простым языком, что произошло, для этого всегда существуют определенные, скажем, там, службы в рамках тех же самых силовых структур. Ну, будем надеяться, что у нас тоже будут, потому что информационная война сегодня, это, наверное, там, ну, даже по сравнению с диверсионной войной, она гораздо более серьезна, гораздо более значительна. И результативна. И результативна, потому что она бьет по мозгам, да. Почему? Потому что, ну, скажем так, ее можно сравнить с радиацией, да, потому что радиацию никто не чувствует, никто не видит, но, тем не менее, она влияет на организацию, то же самое есть с информационной войной. И это в России прекрасно понимают, осознают, вкладывают в это деньги. У нас все, к сожалению, как вот с оснащением армии, да, ну, в принципе, у нас все на волонтерских началах. Мы рассчитываем на собственное здравомыслие, на рассудительность нашего народа. На чувство юмора. На чувство юмора, да, и вот на то, что вот все будет хорошо. На авось. Скажите, вот новогодние рождественские праздники грядут, думаете, вот что-то такое будет на них? Или все-таки они пройдут мирно, спокойно? Ну, будем надеяться, что пройдут мирно и спокойно. Потому что просто плотность вот этих взрывов, она вот увеличилась. У нас даже вопрос не в плотности, она какая-то становится регулярно. Почему? Потому что они почему-то происходят со вторника на среду, да. И вот тут же как бы у людей возникает там, что со вторника на среду как раз, собственно говоря, и новогодние праздники. Я все-таки надеюсь на то, что они пройдут спокойно и то, что будут приняты соответствующие меры безопасности. Риски, риски, они всегда существуют. Вот здесь, опять же, здесь очень многое зависит от того, там, будут ли там разоблачены, будут ли пойманы участники этих... Или вот эти вот так называемые там любители, да, которые пошалить то, что называется. Вот человек, которого задержать не удалось, вот известно, что он приднестровец. Думаете, это как-то связано с тем, что это не житель Украины, не украинец? Да нет, я не думаю, что это как бы каким-то коренным образом связано. Хотя, безусловно, там, учитывая там настроение в Приднестровье, там абсолютно четкие, ясные празднические настроения. Скажем так, исключить определенную симпатию, да, или желание кого-то из приднестровцев поучаствовать в таких акциях мы не можем. Ну, хотя, да, на границе существует сегодня контроль. Все-таки пытаются ограничивать. Многие говорят, что на самом деле нам угроза больше не с востока стоит опасаться, а вот со стороны Приднестровья. Это ближе, и считаете, что Приднестровье это та же, скажем, такая маленькая молдавская Россия, потому что они сидят на российском газе, на российских деньгах. Ну, не только на российском газе, на российских деньгах, да, там есть небольшой контингент, но опять же, я, наверное, не раз уже говорил о том, что, да, принимать это как угрозу, то есть сбрасывать его со счетов нельзя, но абсолютизировать все-таки я бы не стал бы. Ну, почему? Потому что, на самом деле, сегодня, ну, если так, по большому счету, внутренняя коррупция, наверное, там, коррупция внутри Украины, ну, где-то представляет собой большую угрозу, да, и безхозяйственность, и плохое снабжение войск, наверное, представляет большую угрозу даже, чем то же самое Приднестровье. Потому что, ну, если сравнить ситуацию, скажем, там, ну, где-то с полугодичной давностью, то понятное дело, что сегодня ситуация намного лучше. Почему? Потому что все-таки удалось отмобилизовать армию, все-таки пусть усилиями волонтеров снабжения. Ну, больше того скажу, у нас, наконец-то, стали проводить регулярные учения по области, как-никак ездит наша украинская техника, люди, которые видят все это, всех власть имущих и всех военных только по телевизору, наконец-то увидели, что она у них есть. И армия есть. И армия есть, и вот она здесь, и пограничники есть, и они что-то делают. Это, я уверена, что это населению, ну, немножечко внушает ощущение безопасности, что вот они наши военные, они здесь рядом. Ну, кому-то, говорит, может быть, нравится, кому-то из тех, кто жил в приграничных районах и жил с контрабандой, я так подозреваю, что это все не очень-то нравится. Почему? Потому что, ну, некий такой общественный консенсус был бы, почему? Потому что кто-то закрывал глаза на какую-то там мелкую контрабанду, а кто-то с этого жил. Ну, опять же, эта проблема состоит не в том, что как бы там все очень хотят заниматься контрабандой, к примеру, а просто потому, что не занимались и не решали вопросы тех районов, там, не знаю, тех же пограничных районов, в которых там есть куча социальных проблем. Не решался вопрос, ну, даже банальный вопрос об обеспечении там ретрансляции и украинских каналов, и областного телевидения, например, на большую часть территории. Ведь в любом случае это всегда информационный ресурс, который можно использовать то, что называется во благо. Эти проблемы не решались длительное время. Ну, мы об этом забываем. Тем не менее, скажем, с территории того же Приднестровья, к примеру, работает там достаточно мощная передающая станция, и спокойно те же российские каналы могут передавать, и Приднестровские, и все прочее. В переграничных селах, которые, ну, вот там граничат спокойно. Там тарелка повернута в сторону Приднестровья. Именно, потому что сигнал лучше и ближе, чем, ну, там, до Одессы, до области. Вот вопрос информационной политики. Я, к примеру, там, вот, это Одесская область, да, относительно стабильная. Ну, пример Донецкой области был недавно на одном из информационных, семинаров по информационной войне. Выступал губернатор Донецкой области, он просто приводил пример хоть, что вот самые мощные передачи, которые есть на территории Донецкой области, он, собственно, в самом Донецке, он захвачен террористами. Соответственно, программы ДНР покрывают почти всю территорию Донецкой области. С украинской стороны очень слабые ретрансляторы, которые, ну, в лучшем случае, там, ну, по округе, там, может быть, либо на этот местный, либо на этот населенный пункт, либо на, может быть, там, пару соседних. Вот классический пример. Люди получают информацию с одного источника. Многие наши телезрители тоже смотрят новости сразу по нескольким каналам, по разным, с разной точки зрения, чтобы где-то в среднем, в среднем найти свою. А если получаешь, конечно, информацию только из одного источника, то волей-неволей приходится опираться только на нее. Ну, безусловно. Действительно. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Будем надеяться, что новогодние рождественские праздники пройдут мирно. Интервью дня на Первом городском. Меня зовут Катерина Ирская. Увидимся в выпусках новостей. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин